Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы изучаем английский язык. Если вы со мной давно, то, возможно, помните рубрику под названием «Самый нужный английский». В ней мы разбираем разные способы сказать что-то по-английски на определенную тему. Лично я очень соскучился по этому формату. Надеюсь, и вы тоже. Поэтому сегодня мы разберем, как объясниться в чем-то по-английски. Итак, перед тем, как вы хотите приступить непосредственно к объяснению чего-то, можно сказать самую простую фразу «Let me explain». «Позвольте мне объяснить». Эту фразу спокойно можно использовать в любой ситуации. Синоним этой фразы немножко сложнее. Это буквально значит «Позвольте мне это прояснить». «Let me make this clear». Фразы «Let me put this a different way» «Let me put this another way» могут употребляться, когда вы хотите объяснить что-то другими словами, немного иначе, потому что вам кажется, что человек вас не совсем понял. «Let me put this a different way» «Let me put this another way» Также можно сказать вводную фразу «In other words» другими словами «In other words, they're not friends anymore» Другими словами, они больше не дружат. Если вы хотите быстренько объяснить что-то, на помощь придет идиома «In a nutshell». Это буквально значит «В скорлупе ореха». Эта идиома употребляется, когда вы хотите в нескольких словах объяснить суть дела. «In a nutshell, he lost his job and moved back in with his parents». В двух словах он потерял работу и переехал обратно к родителям. Еще один способ пояснить, что вы расскажете что-то очень кратко, это фраза «To cut a long story short» или просто «Long story short» если говорить кратко, если сократить историю. «Long story short» – «We got back together». Если кратко, мы снова вместе. «To cut a long story short» или «Long story short». Следующий случай. Фразы «Here's the thing», «Here's the deal». Эти фразы можно перевести как «Дело вот в чем». «Дело обстоит так», «Вот так». Они значат одно и то же и употребляются, когда вы хотите ввести кого-то в курс дела. «Here's the thing». «I need you to help me, but you can't ask me any questions». «Дело вот в чем». «Мне нужна твоя помощь, но ты не можешь задавать мне никаких вопросов». «Here's the deal». «I agree to help you, but you have to promise me something». «Так, я соглашаюсь тебе помочь, но ты должен мне кое-что пообещать». «Here's the thing», «Here's the deal». Чисто разговорные способы подвести к объяснению – это очень распространенные фразы. «I mean» – «я имею в виду». Это вводная фраза, которая встречается очень часто. Можно даже сказать, что ей злоупотребляют и говорят без особой необходимости. С ее помощью вы можете начать объяснять все, что угодно. «I mean» – «I feel like everything happens for a reason». «Я имею в виду, у меня чувство, что все происходит не просто так». Фраза «it's just that» подразумевает последующее объяснение чего-то. Чаще всего, когда есть какое-то противоречие, которое вы хотите пояснить. Например, «Ты на меня злишься?» «Нет, просто мы почти никогда не видимся. У меня такое ощущение, что мы отдаляемся друг от друга». И последняя на сегодня фраза «the whole point». Она употребляется, когда мы хотим объяснить всю суть, весь смысл чего-то. «The whole point of going on vacation is to relax and not to work». Весь смысл отпуска в том, чтобы расслабиться и не работать. «The whole point». Какие еще способы объяснить что-то вам известны? Какие из фраз, которые мы сегодня прошли, вы употребляете в речи? А какие точно начнете после просмотра этого видео? Спасибо вам за внимание. Оставляйте свои комментарии и смотрите полезные ссылки в описании. С вами был Кирилл. Скоро увидимся. Продолжение следует...